Перед трибунами проходят участники первой скачки Большого интернационального приза для лошадей трёх лет и старше арабской породы Собственно, из семи лошадей трёхлетками являются двое Это первый номер Валентину Джи и четвёртый номер Нарния И оба представляют один конверзавод Терский Расположены в городе Минеральные воды Ставропольского края Все остальные лошади старшего возраста Ну, вообще, надо сказать, что уж если мы упомянули Терский конезавод Наверное, один из самых известных на территории нашей страны Вот сейчас как раз лошадь Нарния, представляющая этот конезавод То, наверное, любители кино со стажем помнят Выдающийся фильм «Послевоенный. Смелые люди» Где главными участниками были не только люди, но и великолепные лошади И вот этот вот конь-пуян был, наверное, таким символом, что ли, отношения Да, отношения вообще любителей конного спорта вот к такого рода соревнованиям И великолепная роль замечательного артиста Сергея Гурзо И скачки, которые проходили как раз на Терском заводе И знаменитая династия Кантемировых тогда принимала участие В подготовке, проведению этих киносъёмок Но сейчас, сейчас вот, мы уже сказали, Валентина Джи и Нарния представляют этот конезавод Кстати, съёмки этого фильма проводились на Пятигорском ипподроме И вот как раз на Пятигорском ипподроме до сегодняшнего дня регулярно испытывались и Валентину Джи и Нарния Причём Валентину Джи недавно занял второе место в Пятигорском дерби Что касается остальных участников, перед вами сейчас шестой номер Маркетан Рождённый в Хреновском конном заводе Другом, очень известном российском Внимание к французам, к лошадям, рождённым во Франции, участвующим в этой скачке А именно, третьему номеру Джабаре Вот как раз сейчас перед вами Джабара, которая в прошлом сезоне выиграла Московский Окс Главную скачку сезона для кобыл А также пятому номеру, жеребцу по кличке Кармель де Фауст Вот он, Кармель де Фауст, чемпион России прошлого сезона И более того, в 2008 году он принял участие в Кубке мира для лошадей арабской породы в Париже Вот смотрите, какие усилия прикладывали там сотрудники Это Маркетан, бокс и безобразничает Итак, поехали Большой интернациональный приз стартовал Ну на кого ставите, Евгений? Вы как, вы внаток? Я бы поставил на Кармель де Фауста Уж очень хорошо он выглядел в предыдущих скачках Неуязвимым казался он И участие в Кубке мира, и шестое место, которое он там занял Очень серьёзный результат Организация, которую он представляет, Джокей Клаб Рейсинг Город Москва Да Ну, надо сказать, что вот по ходу этой скачки Мы должны констатировать, наверное, потому что первое Поэтому и призовой фонд здесь далеко не самый большой Дело не совсем в этом Большой, 100 тысяч Просто скачки для лошадей арабской породы На порядок Меньший призовой фонд всегда имеют Не только в России, но и за рубежом Вот сейчас смотрите, Кармель де Фауст, фаворит скачки, перекладывается на второе место Кармель де Фауст вырывается вперёд Под седлом Жокея Александра Иванского Ну и рядом с ним Валентину Джи детского конзавода На третье выходит Пайс Владимир Мелехов в зелёном конзоле Нарния немного отстала И вот лошади выходят из последнего поворота на финишную прямую В борьбе идут Кармель де Фауст и Валентину Джи За ними Пайс и Нарния Джабара под отстала 1600 метров дистанция Этого, этих скачек Этого заезда Точнее не заезда, а забега Наверное, так правильнее Правильнее сказать, приза Приза, да На вот последние метры дистанции Смотрим, что Валентину Джи Валентину Джи Одолел в упорной борьбе Кармель де Фауста Уже одолел Смотрите, жакей сложился Пересёк финишную черту первым Более того, Кармель де Фауст не смог даже удержать второе место Наступил он на финише Пайсу Седьмому номеру Ну вот видите, наш прогноз с вами не совсем оправдался Вот победитель Победитель Валентину Джи Мы рады за терский